Добрый день. Достаточно интересное исследование, хотя нельзя сказать, что оно абсолютно бесспорно, Дартнадского колледжа, Национального бюро экономических исследователей США. Они подсчитали, что люди в развитых странах впадают в глубокую ныне в 47 лет, а в развивающихся в 48 лет и 2 месяца немного выделяются Россия, Китай и Мексика. Там кризис наступает чуть раньше, в 43 года. То есть, хуже всего человек чувствует себя в самом таком унынии, несчастье, он пребывает в 47-48 лет. При этом исследование было достаточно большое, то есть, статистические данные 132 государств, различные опросы, оценка состояния. Получилось, что счастье выглядит в виде такой буквы, латинской буквы «У». Максимум, максимально такое счастливое, хорошее, качественное состояние, ну, счастье, именно счастье, приходится на 18-20 лет и, как то ни странно, на 70 лет. А минимум такая вот яма, вот эта нижняя часть латинской буквы «У», это как раз 47-48 лет. Именно вот по всей вероятности причиной такого вот ощущения счастья-несчастья может быть именно биологическое состояние человека. В 18-20 лет это максимальный уровень и половых гормонов, максимальный уровень активности, максимальная работоспособность, максимальная активность, максимальные адаптивные способности. И потом они потихонечку-потихонечку начинают снижаться. К 40 годам это уже ощутимо. К 50 годам происходит вот резкий такой обрыв. И все становится уже совсем-совсем-совсем плохо. Причем вот эта вот кривая с счастьем в молодости и в возрасте, который ближе уже к старческому, он характерен на независимости от региона, финансового положения, страны, пола, менталитета, семейного положения и так далее. То есть, похоже, это все упирается чисто в биологические причины, по крайней мере, по мнению авторов исследования. То же самое, кстати, наблюдается и у приматов. Пять сотен шимпанзе и орангутанов в живущих заповедниках показали приблизительно такую же динамику. Правда, не знаю, как обезьяны рассказали о своем счастье или несчастье, но, видимо, существуют методики оценки. Соответственно, как было сказано, начальное максимальное счастье 18, 20, 23 года определяется именно максимальной активностью. К 40 годам, к 48, к 47, соответственно, максимальное падение. Дальше падение в плане чистой физики продолжается, но если в 40, 48, 49, 50 лет перед человеком все равно стоят все его задачи, собственно говоря, на нем вообще все лежит. То есть, это, как правило, еще и значительные семейные обязанности, и рабочие обязанности, и карьера, которая, скорее всего, либо уже удалась, либо не удалась. Понятно, что у большинства не удалась, но не могут все быть начальниками. И, соответственно, вот это вызывает такое несчастное состояние. Потом, при отходе от активной деятельности, когда уже, собственно, желаний и влечений нету, да, нету и сил на их достижение, но, собственно, вот такое своеобразное стариковское величие. И потребностей нету, и влечений нету, и, собственно, ничего и не надо, можно довольствоваться малым. Ну, вот, видимо, проходит такое определенное смирение со своей старостью, более спокойное восприятие того, что раньше вызывало ярко выраженный дискомфорт, и человек чувствует себя лучше, чем в более молодом и более все-таки активном возрасте, ну, по сравнению со старостью. Правда, есть, конечно, от себя могу добавить такое глумливое наблюдение, что, в общем-то, вот от 65 начинается повторный рост счастья и достигает пика к 80. Именно в той же последовательности нарастает частота диагностики болезни Альцгеймера. Так что, может быть, тут тоже есть какая-то корреляция. Но, тем не менее, тем не менее, вот такое вот наблюдение американских ученых, повторюсь, далеко не бесспорное, но, тем не менее, основанное на достаточно большом объеме наблюдений, исследований. Конечно, это в большей степени относится не к психиатрии, а к психологии. Но, тем не менее, соответственно, в молодости 18-23 года и в старости после 65, ну, зрелости старости от 65 до 80 человек наиболее счастлив, а вот 47-50 лет – это самое несчастное время жизни для человека. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com. Всего вам хорошего. До свидания.